Мы остановились на стиле. Чем отличается стиль первой части от второй? Я сказал, что в первой части считается, что стиль компактный, сдержанный, иногда мрачный, без восторженной поэтизацией. Во второй части присутствует растянутое понятие мысли, но при этом имеется такой теплый сострадательный ход. Во второй части растянутое понятие мысли, но при этом имеется теплый сострадательный ход. Нам, конечно, может быть сложно проанализировать стиль текста в результате перевода его и увидеть такую, знаете, в книге пророка Исаии красивую поэзию. Основной причиной отрицания одного автора книги пророка Исаии, то есть основная причина, почему утверждение есть, что есть не один автор, а больше, это именно отвержение элемента сверхъестественности. Это идет отвержение элемента сверхъестественности. И если с этим согласиться, тогда могли бы сказать, что пророк – это всего лишь хороший прогнозист. Пророк – это человек, передающий информацию действия, которые происходят сейчас, но она выдается как пророчество. То есть мы могли бы делать заключение, что пророк – это только хороший прогнозист. Если мы бы также отвергали бы элемент сверхъестественности, понимаете, то мы могли бы тогда говорить о пророке как о хорошем прогнозисте или человеке, передающем информацию действия, действия, которые происходят сейчас. Но эту информацию, которую он передает, она выдается как пророчество. Ну то есть, нет, здесь вопрос тогда будет состоять в том, что он не говорит от Бога, он говорит от себя, да, то есть он делает какие-то заключения. И таких сегодня людей, прогнозистов их достаточно много, да, среди политиков, экономистов и так далее, которые прогнозируют дальнейшие события. Да, ну так, иногда, если вы читаете, но вы всегда в интернете или где-то пишете, допустим, там, какой-то там, типа, доктор политики прогнозирует вот такое состояние, допустим, в стране на основании того-то и того-то и так далее. Или какой-то там представитель этого международного фонда валютного прогнозирует то-то и то-то для этой страны в результате того-то и того-то. То есть, о чем он говорит? На основании своих знаний, на основании событий, которые он видит, да, просчитывая какие-то определенные действия, которые будут происходить в результате вот тех или иных событий, он прогнозирует и сообщает о том, что с этой страной, допустим, будет то-то и то-то. То есть, это хороший прогнозист, но это не человек, который передает слова Бога. То есть, он не пророк. А пророк – это не хороший прогнозист. Это человек, который передает слова Бога. И в этом присутствует, естественно, сверхъестественность. Понятно, да? Поэтому давайте такое запишем, как определение для себя. Выделите. Для библейского Бога и настоящее, и будущее также открыто. Для библейского Бога и настоящее, и будущее также открыто. Как и прошлое время, для еврейских пророков не делится на настоящее и будущее. Для библейского Бога и настоящее, и будущее также открыто, как и прошлое. Для библейского Бога и настоящее, и будущее открыто, как и прошлое. И время для еврейских пророков не делится на настоящее и будущее. Для еврейских пророков не делится на настоящее и будущее. То есть, это имеется в виду, когда они пророчествуют, да? Они говорят от имени Бога, то, что Бог им говорит. И они не делят это, они думают о том, что это было сказано о прошлом, о настоящем или о будущем. И время для еврейских пророков не делится на настоящее и будущее. Значит, что еще можно сказать о стиле? Ну, или как бы по-другому, что вот любой аргумент, основанный на стиле, то есть, что с помощью стиля написания, да, аргументировать по поводу того, что один был все-таки автор или два автора, достаточно очень рискованно. Почему? Потому что на протяжении жизни у человека может меняться стиль так же. Если кто-нибудь из вас изучал литературу, да, классиков и так далее, вы можете увидеть, что в начале своего творчества, например, они пишут в каком-то одном стиле, потом их стиль как-то меняется, и в конце своей жизни вы можете писать совершенно по-другому. Поэтому это достаточно такой рискованный вариант основываться на стиле. Стиль как бы в жизни человека может меняться в написании, да? Так же некоторые критики не учитывают того факта, например, что последние главы, это 56-я, 66-я главы, не соответствуют по своему описанию периоду пленения. То есть эти главы не говорят о периоде пленения на голове. Главы 56-й, 66-й, 56-й по 66-й. То есть последние эти главы книги, они не соответствуют описанию пленения. И что особенно можно заметить, что в этих главах часто встречаются упоминания о идолопоклонстве. И важно то, что в действительности чаще всего упоминания о идолопоклонстве, оно встречается в парадоксе до Вавилонского пленения. После Вавилонского пленения о идолопоклонстве практически или не говорится, или говорится очень мало. Именно до Вавилонского пленения стоял именно этот болезненный вопрос, связанный с идолопоклонством. А с 56-й по 66-й главу мы видим, что в этих главах встречаются упоминания о идолопоклонстве. То есть после Вавилонского пленения иудеи, они, можно сказать, лишились этого вопроса, этой проблемы, связанной с идолопоклонством. У них возникают другие проблемы, но именно такие открытые проблемы, которые мы читаем и в Исаии, связанные с идолопоклонством, после Вавилонского пленения, они намного, 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 ну массово их вообще не присутствуют. А в этих главах он возвращается и говорит именно о обидолопоклонстве. И это хороший аргумент в пользу того, что это все-таки он написал один акт. Например, по вопросам географии, которые встречаются в книге про Кейсэ. Мы можем увидеть, что приводятся мелкие даже подробности о Иерусалиме, например, в книге. И вы будете сейчас читать, вы посмотрите, обратите на это внимание, что Исаия говорит даже о мелких подробностях Иерусалима. Но на протяжении всей книги ничего вообще не говорится о Вавилоне. То есть, если бы в действительности существовал второй автор, и он жил в период плениния Вавилонского, то он обязательно бы тогда поместил бы хоть какие-нибудь географические подробности на Вавилон. Иерусалима. Иерусалима. Также есть такое мнение, что последние главы по своему богословию отличаются от первой части. Последние главы по своему богословию отличаются от первой части. Но на что нужно обратить внимание, и чего нельзя забывать, это то, что богословие в Библии очень часто формируется как результат оценки Божьих дел в истории Израиля. То есть не следует забывать, что богословие в Библии очень часто формируется как результат оценки Божьих дел в истории Израиля. Как результат оценки Божьих дел в истории Израиля. И на что интересно еще обратить внимание, что пророческие книги в их нынешнем виде подтверждают, что все основные элементы израильского богословия уже присутствовали в 8 веке Дождества Христова. То есть все элементы израильского богословия уже присутствовали в 8 веке Дождества Христова. Об этом нам говорят пророческие книги, в том виде, в котором мы сегодня увидим. Продолжение следует... Давайте еще отметим доводы в пользу того, что автором был именно Исайя до 6 века, до Рождества Христова. Ну, что был один автор, Исайя и Рождества Христова. Еще некоторые доводы. Ну, во-первых, это свидетельство авторов периода 2-3 века Дождества Христова. Свидетельство авторов периода 2-3 века Дождества Христова. 3-2 века Дождества Христова. Например, книга «При мудрости сына Сирахова». Это апократическая книга, знаете, да? Ну, вы в курсе, что есть каноническое издание Библии, да? Есть еще апократические издания. Это где добавлены книги, которые не вошли в канон. Вот одна из книг, это книга «При мудрости сына Сирахова». Примерно дутируется 3-2 веком Дождества Христова. И вот и в этой книге упоминается о том, что, ну, как бы, считается, что автором книги Исайи был один человек. Также свидетельство Нового Завета. В Новом Завете мы видим, что Исайя цитируется. Например, Евангелие от Матфея, 12 глава, 17 по 18 стих. Цитируется Исайя, 42-1. 12 глава Матфея, 17 по 18 стих. Цитируется Исайя, 42-1. Давайте прочитаем, чтобы у вас хотя бы на слуху это было. Ешуа же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе терпеть вас, приведите его ко мне сюда». «И запретил ему Ишуа, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час». «Да сбудется реченое через пророка Исайя, который говорит, «Се, отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народам суд». «Вот, отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народам суд». Сейчас мы прочитаем еще другие места из Писания. Было бы понятно, что если бы Ишуа считал бы, чтобы было два автора Писания, он бы сказал, «Исайя второй говорит». Но он соотносит это как к одному пророку, чтобы был один пророк. Видите, да? Потому что Исайя 42 – это уже второй раздел. То есть он бы мог сказать, что второй пророк Исайя говорит. Матфея 3, глава 3 стих. «Ибо Он тот, о котором сказал пророк Исайя, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стезию Ему». И это Исайя 40, глава 3 стих. «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте степи стезии Богу нашему». Как написано в книге слов пророка Исайя, который говорит, «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стезию Ему». Ну, там дальше, и это Исайя 43, 5. Не будем читать, мы там уже читаем. «Деяние 8 глава, 30-33 стих». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исайю, сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие. «Как овца веден был он на заклане, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзает у своих. В уничижении его суд его совершился. Народ его кто разъяснит? Ибо землица от земли же из него». Это какая глава? 53 глава, да. Это книга пророка Исайя, 53 глава. То есть, мы можем увидеть, что это как бы второй раздел, да? Здесь тоже не говорится о том, что это второй пророк писал. А подразумевается, что это был один пророк. Значит, что еще можем сказать в пользу того, что автором был один Исайя? Значит, это отсутствие имени автора в главах 40 по 66. То есть, в этих главах нету имени автора. Вы будете выполнять домашнее задание, читать, да, книгу пророка Исайи. Вы посмотрите, что в этих главах, ну, так сказать, второго раздела, 40 по 66, ни разу не упоминается об имени автора. И знаете, это очень такой действительно важный момент. Почему? Потому что это не свойственно характеру еврейского пророчества. Если вы посмотрите, что даже малые пророки указывали свое имя. То есть, в каждом пророчестве, да, есть имя того, кто пророчествовал. Поэтому, если бы здесь был бы какой-нибудь другой пророк, то в этом разделе обязательно было бы упомянуто его имя. Но имени не было упомянуто. Это говорит о том, что это продолжение книги, цельной книги пророка Исаии, Исаии Иерусалимского. Помните это, да? То каждое пророчество всегда начиналось с того, что кто это пророчество пророчествует. Также мы можем отметить, что язык практически не меняется. То есть, язык именно самого книги, да, он не меняется. И в 13 главе, в первом стихе, книги пророка Исаии. Пророчество о Вавилоне, которое изрек Исаия, сын Амоса. То есть, здесь пророчество о Вавилоне, и заметьте, что это написано в первой части книги. Хотя считается, что вторая часть именно говорит о Вавилоне, да, и что вторая Исаия, он жил в тот период, когда было в Вавилонской пленении. Но начало пророчества начинается где? В первом разделе, когда еще начинает пророчество первой Исаии. Значит, такой консервативный богослов, имя его Глиссер Арчер, написал так, ну, высказал такую фразу. Он богослов по Ветхому Завету, и он высказал такую фразу, что читателю потребуется больше веры, чтобы поверить в то, что Исаия 40, 66 было написано не одним автором. Ну, он говорит, что читателю потребуется больше веры, чтобы поверить в то, что было больше авторов, чем один, другими словами. Чем поверить в то, что автором был один на самом деле пророк. Сколько у нас времени есть? Отлично. Сейчас время, когда я хочу, чтобы вы поработали самостоятельно. И задание такое. До конца перемены вы должны просмотреть книгу Исаии и найти все, что говорится о нем, об Исаии. Да, то есть мы должны найти сведения, основные сведения о его жизни. То есть, что в самой книге говорится о нем. Значит, просматривайте, делайте отметку себе, какое место из Писания, что говорится. И на следующем уроке мы обсудим это. Хорошо? Только, пожалуйста, поработайте. Пока. Пока.